Тема дня начинает свою работу в эфире. Здравствуйте! 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. На Кубани этот праздник отмечают традиционно широко. 8 июля на Пушкинской площади Краснодара состоится концерт ко Дню семьи. Наш канал будет вести прямую трансляцию тетрализованного концерта «Любви, связующая нить», которая начнется в 19 часов. Также во время праздника наградят победителей регионального этапа российского конкурса «Семья года». Кстати, среди тех, кто получил звание «Сельская семья» – герои нашего сюжета. Это Сергей и Нина Фенёва из Павловского района. Давайте посмотрим. Пошли, 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 пошли. Мила, выходим. Фенёва из Павловского района в этом году получили почётное звание «Лучшая сельская семья Кубани». Вполне заслуженно. Пока глава дома занят на уборке в поле огромным домашним хозяйством управляет супруга. У неё 11 дойных коров. А если посчитать быками и молодняком, получится целое стадо – 40 голов. Первые помощники Нины – дети. Они знают характер каждой бурёнки и дают им имена. Вон у нас цыганка. Она ещё молодая корова. Белка у нас очень красивая. Вон звёздочка. Приучались к труду дети, как говорится, с пелёнок. Они в совершенстве овладели прополкой сорняков, не менее виртуозно могут напоить животных. А четырёхлетний Илья берёт на себя даже мелкий ремонт. В помощи родителям детвора не отказывает никогда. Семью знают во всей станице. И не только, как добросовестных тружеников. Умницы настолько в том плане, что трудяга, что он, что она. Занимались бычками, сейчас перешли на молочное стадо. И в семье мир и порядок, скажем, взаимопонимание и взаимопомощь. Взаимопомощь. И они работают просто как единое целое, как один общий организм. Трудовые будни Нины Финёвой начинаются в пять утра. Уборка, дойка, выгон, кормилиц на пастбище. В день бурёнки дают более ста литров молока. Педагог по образованию и представить себе не могла, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством. Тяжело было. Муж на работе, я сама, быки отвяжутся, за ними нужно бежать. Всё было. Но сейчас это такие мелочи. Но другую жизнь я себе не хочу. Если бы мне сейчас сказали, хотела бы ты поехать жить в тот же город Краснодар, я бы не согласилась. Я даже не планировала никогда жить в сельской местности, если честно. Сестра у меня родная всегда, когда приезжает в гости, она говорит, я в шоке. Не представляю, что я могла бы когда-нибудь этим заниматься. Муж, да. Он у меня вырос, родился здесь. И всё же любимую педагогику Нина не оставила. Организовала в станице Новопластуновской бесплатный кружок для детей. Вместе шьют кукол, занимаются декупажем, конструируют и лепят. На прошлом занятии мы начинали вот зайца тильду шить. Кто-то захотел зайца с плюху. Он будет такой весь, телепающийся. Она нас научила держать сначала иголку, а потом ещё в иголку, ну, вдевать нитку. А потом я уже сам научился снять нитки. Домашним хозяйством и кружком Нина занимается в свободное от работы время. Она – социальный работник. Знает все семьи, нуждающиеся в поддержке. Помогает им и по долгу службы, и по зову сердца. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. Держите. Ой, вам тут намезли. Спасибо. Она активно занимается благотворительностью, вытаскивает семьи из трудной жизненной ситуации, собирает помощь для малоимущих и подключила к этому своих знакомых. К примеру, шестерым детям Ирины Фокиной Нина стала почти крёстной феей. Приносит сладости, одежду и игрушки. Мы когда всё только переехали за материнский капитал, я взяла дом. У нас ни мебели своей не было, ничего. Она всё это нашла. Приезжали шифонеры, диваны, холодильник, газовую печку. Плюс помогают вещами. Любые документы оформить, один звонок, она всегда во всём помогает. Участвовать в конкурсе «Семья года» – это была инициатива Нины. Но она не надеялась на победу, ведь в сельском-то крае конкуренция в номинации «Сельская семья» очень высока. У нас не было даже и одного процента. Мы не думали о том, что мы можем завоевать эту награду. Конечно, это оно гордость, конечно. Очень приятно, неожиданно. Теперь Фенёва и другие четыре победителя краевого конкурса «Семья года» в разных номинациях готовятся к поездке в Москву. Там в ноябре пройдёт всероссийский финал конкурса. Мы, конечно, от всей нашей телекомпании желаем успехов, прекрасной семье Фенёвых. И сегодня поговорим как раз и о любви, и о верности, и о семье. У нас сегодня в гостях Наталья Евгеньевна Хагурова. Это кандидат социологических наук Кубанского технологического университета. Здравствуйте. И протерей Иоанн Гармаш, настоятель Святопокровского, храма города Краснодара. Здравствуйте, отец Иоанн. Здравствуйте. Мне кажется, прекрасный сюжет, прекрасные герои. И они достойны, наверное, звания и победы в федеральном конкурсе. Согласны со мной? В лёгком шоке. А я в тяжёлом. Тёплый сюжет. Да, я просто хочу сказать, что на самом деле, это же вообще невозможно тяжело совмещать вот это всё, плюс ещё социальную такую нагрузку, которая есть. Либо просто силы берутся сами собой. Как вы думаете, отец Иоанн? Любовь. Она в семью в данном случае, да? Любовь к окружающим, к детям, к родителям. И она действительно движет людьми, которые, несмотря ни на что, делают такие чудеса. Ну, у нас в сюжете, к сожалению, не было папы, но, наверное, он просто был очень сильно занят на работе. Хотела у вас спросить, Анталия Евгеньевна, как вы думаете, вот в семье, когда вот такой насыщенный рабочий процесс идёт постоянно, в который включены и дети, и родители, насколько важна взаимосвязь вот именно папа-мама, чтобы друг другу помогали? Как не скатиться «это мои дела, это твои дела, это женская, это мужская работа». Вот как сохранить семью в такой сложной ситуации? Ну, вы знаете, вопрос действительно очень интересный, как сохранить семью и насколько важна сегодня роль папы. Одна из... вот сейчас немножечко я о нехороших вещах буду говорить, социологи вообще любят всякие проблемы обсуждать. А дело в том, что сегодня одной из тенденций воспитания как раз и является снижение роли мужчины в воспитании и приоритет женского начала. Практически с рождения и до поступления в ВУЗ, либо до армии, молодые люди, я именно сейчас о мальчиках говорю, потому что здесь проблем гораздо больше, они отданы в руки женщины. При всём моём уважении к мамам, я сама мама троих детей, женское воспитание в корне отличается от мужского. И вот сегодня, я думаю, что одной из приоритетных задач на уровне государства и на уровне каждой семьи, каждой семьи в отдельности, является именно включение в орбиту воспитания, воспитание мальчиков, мужчины. Активное включение. Может быть, это будут воспитатели, может быть, это будет... Спортивные секции, может быть, да? Да, спортивные секции, тренера, потому что, знаете, подчас хороший трудовик или тренер может сделать гораздо больше, чем любые мероприятия, организованные нами, женщинами, воспитателями, учителями и мамами. К тому же, женский стиль воспитания отличается от мужского тем, что женщине свойственно опекать, свойственно заботиться, гиперзабота, гиперопека, свойственно быть и таким вертолётом, который ограждает своих детей от любых невзгод. Ну, это решение проблем, соответственно. Да, мнимых или действительных. Мне кажется, не знаю, мне кажется, всё-таки папы в последнее время активнее стали. Вам не кажется, отец Циан? Мне кажется, они всё больше и больше всё-таки возвращаются сюда, потому что созрело поколение мальчиков, которые, вы говорите, воспитывают женщины, и сейчас мальчики хотят вот именно быть папами. Ну, по крайней мере, вот в церкви на службе я больше вижу мужчин, молодых именно. Есть такое. Хотелось бы быть, чтобы действительно отцов было больше, и они участвовали в воспитании семьи. Отец, прежде всего, добытчик. Хранительницей семейного отчинга является жена, супруга. И тепло, создаваемое в семье супругой, оно действительно, скажем так, прогрессирует в любовь и согласие. Отец, он как глава семьи, и он действительно покрывает своею обаянием мужским, любовью, заботой, и является примером и для сыновей. Никто отца не может понять, как сын или дочь. Сыновья берут пример, но отцы любят дочь за ее ласку, за ее внимание. Вы знаете, опять же, зависит от воспитания родителей. Вот меня воспитали родители мои, скажем так, к уважению к старшим и к самим же родителям. И у нас, у меня брат и две сестры, четверо у родителей, мы своих родителей называли на вы. Мои дети, меня же называют на вы. Если мы сегодня посмотрим в общество, много ли сегодня семей, которые обращаются к своим родителям на вы? Насколько сильно, кстати, изменились за последнее время отношения в этом плане? Вы знаете, к большому сожалению, сегодня потерялась субординация между родителями и детьми. Сегодня поставили, знаете, на одну планку, на одну ступенечку. Почему это происходит? На секундочку обратимся к социологу. Я бы даже сказала, что не просто на одну планку. Вообще, вот понимаете, сегодня ребенок значит и весит в социальном отношении гораздо больше, чем родитель, чем взрослый вообще. А из-за чего это получилось? Во-первых, это современный стиль воспитания с опорой на ювенальную юстицию по принципу права ребенка, обязанности взрослого. Это прослеживается не только в семье, к сожалению. Смотрите, утрачивает значение институт общественного воспитания. Мы вспомним, что буквально еще какие-то 40-50 лет назад в русском языке были такие слова, как отец, мать к незнакомым людям. Когда мужчина, да, молодой, допустим, обращался к дедушке и говорил отец. В литературе осталось еще пока. Да, да, но это умирает. Это, в принципе, этого практически сегодня нет. Так же, как дочка, сынок, да. Детям не принято стало вообще делать замечания. Ни родители не могут делать замечания. Они боятся все время, они боятся, что дети их не так поймут, что исчезнет доверие, что они будут строгими родителями, что у них вот все под контролем. И они пытаются этого избежать. Со стороны общества в принципе этого нет, потому что старшие, они боятся детей, боятся подростков. Это стало не принято. Вся общественная мораль говорит о том, что воспитание должно быть как можно более мягким, и ребенку нужно дать выбор. Больше свободы, да? Да, больше свободы. А здесь свобода оборачивается подчас злом. Если мы не ограничиваем ребенка, значит, мы занижаем его способности, сомневаемся в них. Не ставим перед ним посильные цели, значит, мы решаем, что ребенок не способен их добиваться и достигать. Сужаем его мир. Как в такой ситуации, отец-сан, с точки зрения морали и нравственности? Правильно рассудить, правильно себя вести, чтобы и одни были не обижены, ну, я имею в виду родителей. Не смотреть на западное воспитание. Ну, это так просто сказать, не смотреть. А когда тебя окружает эта культура, когда у тебя окружает класс, твое общение, люди, которые находятся рядом, это очень сложно сделать. Вы знаете, ну, мы сегодня много говорим о патриотизме. И вот патриотизм нужно начинать с семьи, по отношению к своим детям и к своим родителям. Если мы сегодня, скажем так, возобновим утерянное воспитание, мы можем, скажем, сделать или поднять тот пласт воспитания, где и любовь, и верность, и согласие, и послушание, и кротость, которые вот эти, все вот эти чувства, да, они делают семью... Как цемент прочнее, да? Совершенно верно, да. Хочу вас спросить, вот по статистике, больше стало пар, которые хотят венчаться? Не как обычно молодые приходят, да, там, раз оформили заявление, и на следующий день пришли венчаться. А вот именно сознательных людей в возрасте, там, 40 плюс, 30 плюс? Нет, к большому сожалению, нет. К большому сожалению, сегодня люди живут, как говорят, в браке по согласию, да, или просто сожительствуют. Не оформлено, да, вы видите? Не оформлено, да. Просто сожительствуют, понимаете? К большому сожалению, сегодня государство это узаканивает. Вот, узаконенный блуд, узаконенное прелюбодеяние. Если правильно было сказано, что если 20-30 лет назад юноша не мог девушку за руку взять, ему было стыдно, то сегодня он начинает там после школы сожительствовать с девушкой или девушкой с мальчиком, и это считается уже в порядке вещей. И понимаете, здесь нарушается физиологическая гармония, не только духовная. Поэтому сегодня и дети страдают, и семьи страдают, и супружеские пари. Почему они не хотят венчаться? Потому что возникает ответственность. Они боятся ответственности. Конечно. За детей. А вдруг не сложится, понимаете? Вот в постели у них сложилось, а в отношениях у них не сложилось. И сегодня, к большому сожалению, юноши боятся брать на себя ответственность. Что нужно любимую женщину одеть, накормить. А детей еще родить, понимаете? Очень серьезный разговор. Продолжим буквально через несколько минут. Тем более, Наталья Евгеньевна тоже к нему подключим. Но пока реклама на Кубань-24. Никуда не уходите. У нас здесь будет много интересного. Тема дня продолжает свой эфир. Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня обсуждаем праздник, который называется День семьи, любви и верности. И очень интересные у нас сегодня гости. Я еще раз их представлю. Это Наталья Евгеньевна Хагурова, кандидат социологических наук Кубанского технологического университета. И отец Иоанн, настоятель Святопокровского храма Краснодара. Мы перед рекламой остановились на очень интересной теме. То, что исчезает ответственность, ее некому воспитывать. И вот эта проблема преемственности, она в итоге и обостряется. Вот те проблемы, которые возникают потом в семье. Наталья Евгеньевна, хочу спросить у вас. А откуда тогда взять вот эти ориентиры, которые потом молодые люди могут по ним идти? Если, допустим, не получилось у них в семье это приобрести. Всякие же семьи бывают, и неполные, про которые вы говорили. И где не очень хорошее было поведение. На что ориентироваться тогда молодым людям, создающим семью свою? Ну, вообще сегодня очень сложно об этом говорить. Дело в том, что вообще нормы брачных отношений, нормы отношений между полами мы черпаем, как правило, из источников своя семья, да, свои личные примеры родителей, либо тех, кто их заменяет, и культура. Культурный код, так называемый. Да. Сериалы, фильмы, книги. Да, вот то, что вообще романтические отношения, понятие романтической любви, как считают специалисты, складывается под влиянием именно литературы, любовных романов, начиная с 18 века, и впоследствии кинематографа на эту тему. До сих пор к этому интерес не ослабевает. Именно там молодые девушки и юноши могут брать для себя, так скажем, ориентиры, образцы для подражания. И поэтому здесь, конечно, ключевой момент создания качественных образцов вот этого. Вот давайте сделаем так, чтобы алые паруса опять стали актуальными, чтобы молодежка и так далее, да, чтобы это все не затмило каких-то вот таких образцов действительно большой культуры, классической культуры, великой культуры, чтобы молодежь не забывала о том, что есть еще духовная составляющая любви, душевная привязанность, духовное родство, а не только физическое слияние. И я думаю, в принципе, такие семьи у нас в итоге и побеждают на конкурсе, про который мы сегодня говорим, и победители регионального этапа, которых будут награждать в воскресенье на Пушкинской площади. Прямо сейчас с нами на связи Вера Николаевна Голыба. Это начальник отдела по социальной защите семьи материнства и детства в управлении оздоровления и отдыха детей Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Вера Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Кто принимал участие в конкурсе «Семья года» в этом году? Какие эти семьи? Что интересного узнали вы? Этот конкурс стал уже традиционным, проводится в третий раз. И в этом году в составе в адрес регионального оргкомитета по подведению итогов было направлено представление 77 семей из всех территорий нашего Краснодарского края. Конкурс проведен по пяти номинациям. Многодетная семья, молодая семья, сельская семья, золотая семья и семья-хранитель традиций. Региональный уже конкурс завершен. Мы подвели итоги и выбрали в каждой номинации одну семью. Победитель документы, которые направлены в Москву, федеральный оргкомитет. Итоги федерального конкурса будут подводиться к ноябрю месяцу этого года. И тогда те семьи, которые выйдут в финал победителями конкурса, будут приглашены для чествования в Москву. Ну а в нашем этапе мы подводим итоги традиционно к Дню Семьи, Любви и Верности. И семьи наши получают, их чествует муниципальное образование, получают диплом оргкомитета, ценный подарок, ну и общественное признание, конечно. Как вы думаете, Вера Николаевна, какие ценности, самые главные, пропагандирует такой конкурс, как «Семья года»? Ну, данный конкурс, он призван, этот конкурс начал проводиться в рамках реализации концепции государственной семейной политики в Российской Федерации. И среди основных целей этого конкурса, это, конечно же, в первую очередь пропаганда семейных ценностей и распространение положительного опыта вот таких активных, социально ответственных семейных династий, которые активно участвуют не только в жизни своей семьи, но и в жизни местного сообщества, края, ну и, в общем-то, страны в целом. Спасибо большое, Вера Николаевна. Мы желаем от всей души победить вот именно на федеральном конкурсе. Я хочу, отец Ивана, знаете, о чем вас спросить, потому что, к сожалению, подходит уже к эфиру, эфир наш к концу. Вот какие бы советы вы дали тем людям, которые, может быть, собираются вступить в брак, либо сейчас в данном случае находятся в сложной жизненной ситуации, может, поссорились, может, уже задумались, не дай бог, о разводе. Вот на что бы вы им посоветовали обратить внимание, о чем подумаете? Я бы посоветовал прийти в храм. В нашем храме есть предел Петра и Февронии, где находятся мощи Петра и Февронии, где люди приходят, если семьи бездетные, просят о детях. Если у кого-то происходят ссоры, разлады, просят о любви и согласии. Поэтому не надо бояться трудностей, не надо бояться вступать в супружеские отношения, в супружескую жизнь. Дети – это дар Божий. Чем больше детей, тем больше благодати. В Ветхом Завете, когда во времена жизни Иисуса Христа на земле, люди ждали и искали младенцев. А если были семьи бесплодные, то эти люди были презренны обществом, считали их грешными. Наталья Евгеньевна, что вы добавите тоже по этой теме? Как правильно мириться? Как правильно прислушиваться друг к другу? Как правильно мириться? Не могу сказать, как правильно мириться, но я могу сказать, что действительно дети, пар, которые сожительствуют, дети одиночек, родители одиночек, дети разведенных испытывают очень большие, объективно, большие трудности в дальнейшей жизни. А как раз наоборот экспериментально доказано, что теплая, душевная, семейная атмосфера, дружба родителей с детьми является лучшим гораздо гарантом в будущем, успеха детей в будущем, лучшей защитой, чем материальный достаток или интеллектуальное развитие ребенка.